Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о клубнике новосадки. Сроки посадки земляники садовой или клубники в умеренной зоне выращивания приходятся на начало августа. Это оптимальные сроки, именно в эти сроки успевают заложиться цветочные почки, клубника перезимовывает и дает нам уже в первый год после зимы, после посадки в предыдущий год, достаточно приемлемый урожай. Однако же клубнику землянику садовую можно высаживать также и в весенний период. Для посадки клубники в весенний период стоит выбрать сроки конец апреля, начало мая. В этот период клубника активно развивается, уже стартует ее рост и, конечно, лучше всего, приобретать посадочный материал вот в таких вот горшочках. В этом случае вы можете не беспокоиться слишком сильно о хранении посадочного материала и высаживать эти растения в тот период, там выходные какие-то, которые приурочатся к вашему свободному времени, к удобному времени для проведения работ. В этом году, в 2020 году, я заложить земляничную грядку решил на такой возвышенной немножечко грядке. Это достаточно удобно, достаточно хорошо защищает землянику от проникновения внутрь грядки сорняков, облегчает работу по обслуживанию этой грядки, также способствует хорошему прогреванию грядок. Ну и там, где земли холодные, где застаивается влага, также высокие грядки являются вполне приемлемыми для выращивания садовой земляники. Делать их слишком высокими совершенно не стоит, потому что все это хорошо, достаточно высокие грядки, пирамидки, вот такие вот вещи. В свое время были популярны пирамиды из земляники садовой, однако же это все хорошо выглядит летом, но очень плохо, и там на страницах каких-то журналов подфотошопленных, и на сайтах, когда рекламируется земляника с такими ягодами якобы. Все это выглядит хорошо, но когда приходит зима, морозы сильные, поверхность почвы может иссушаться, вся эта система, конструкция может слишком сильно промораживаться, если находится высоко. Снежных зим у нас теперь нету, поэтому слишком высоко делать ее не нужно. Примерно 40-50 сантиметров является вполне приемлемой высотой для посадки земляники садовой в умеренной зоне. Нижнюю треть этой грядки я заполнил, просто дно услал полностью различными растительными остатками. Это и опилки, это и кора, это щепчепки, это разложившиеся палки, трутовички, обросшие триходермой. Все туда вниз было заложено. Сделал я это в первую очередь для того, чтобы сделать такой уловитель азота. В одном из выпусков я говорил о том, что нитратный азот достаточно быстро вымывается в более глубокие слои почвы, и в том числе является причиной нитратного загрязнения вод, которые мы пьем, если используем, например, колодец. Поэтому, ну и с точки зрения экономии, вот этот древесный слой будет хорошим уловителем нитратного азота, любого азота, но нитратного в первую очередь, он там будет понемножечку разлагаться под действием почвенных микроорганизмов, на азоте они будут хорошо расти, и азот этот постепенно будет возвращаться в грядку. Хочу напомнить, что срок нахождения земляники на одном месте не должен превышать 5 лет. Обычно это 3-4 года. Но при адекватном уходе, при использовании биологических препаратов по защите растений, при использовании триходермы, синой палочки для защиты растений, препаратов фитоверм, октофит для защиты от клеща, препаратов на основе меди, препаратов на основе железа, хелата железа, препаратов на основе жидкой серы, такие как ПФК, Лерос и прочие препараты. Все это позволяет продлить сроки плодоношения земляники. Мы много приемов даем на нашем канале по поводу ухода за растениями, в том числе за земляникой садовой. Все это дает возможность продлить сроки эксплуатации таких насаждений до 5 и даже до 6 лет. Как бы там ни было, необходимо помнить, что она плодоносит 4-5-6 максимум, сезонов, и здесь надо будет ее пересаживать. На большие подобного рода грядки, да и любые грядки, не предназначены. Следующий слой, который я здесь сделал для земляники новосадки, это, конечно же, органические удобрения. Это была смесь компоста с навозом. Земляника является очень большим любителем азота, как и, впрочем, малина. Поэтому для новосадки обязательно нужно сделать вот такой вот органический слой. В принципе, заложив такой органический слой, в последующие 3-4 года земляника может и не нуждаться в дополнительных органических подкормках. Хотя корневая система земляники не такая уж и глубокая, но она вполне может проникнуть в этот слой. И благодаря капиллярным силам, диффузии, другим способам миграции веществ в почве, этот азот из этого слоя и другие вещества, находящиеся в этом слое, вполне способны питать нашу землянику в течение нескольких лет. А еще раз, вот этот улавливающий слой, он не дает слишком сильно мигрировать нитратом, покидать эту нашу грядку. И верхний слой. Это слой обыкновенного суглинка. Я в него уже ничего не вносил, никаких удобрений. Он у меня достаточно плодороден, внизу удобрения есть. Не нужно специально обжигать там корни какими-то высокими дозами удобрений до того, как они туда как следует, там следует, как следует приживутся. Поэтому никаких удобрений я сюда не вносил, использовал просто обыкновенный суглинок. Запомнил ими тот слой, в который буду высаживать землянику. Этот слой составил примерно высоту вот этого горшочка 12 сантиметров. Ну и еще немножко для того, чтобы, конечно же, сделать прослойку между корнями земляники и вот тем слоем навозно-компостного массива вот этого, этой массы, которую я заложил как суперпитательный слой туда вниз. Между прочим, будет дополнительно подогревать землянику для того, чтобы ей справиться, лучше справиться с возвратными холодами, которые в умеренной зоне у нас бывают нередко, даже в июне месяце. И все. Собственно говоря, вот так надо посадить. Одно из самых главных условий правильной посадки земляники, это то, что вот эта часть, вот это вот, откуда отходят листочки, называется сердечком. Она ни в коем случае не должна быть заглублена, но в то же время она не должна быть оголена до корней. То есть корни должны быть засыпаны полностью. Вот эти вот, как бы сказать, ну это не рожки, рожки уже проросли, но вот эти вот листочки, вот эта почка, вот это сердечко, откуда отходят листочки, оно ни в коем случае не должно быть заглублено. Если вы по какой-то причине его в процессе посадки заглубили, то обязательно его освободите от излишков грунта, для того, чтобы оно дышало, чтобы оно развивалось, чтобы там не происходило загнивание, чтобы там ничего такого плохого не было. И следующий прием, который необходимо сделать, это, конечно же, замульчировать. Для земляники самой лучшей мульчой является, безусловно, опилки. Солома является более худшим вариантом. Почему? Потому что у земляники главный враг во время плодоношения, это, конечно же, серая гниль. Вот такая серая плесень, которая покрывает землянику очень-очень часто. В Беларуси это вообще тренд. Как только начинаются летние дожди, так сразу же клубника, собственно говоря, как только клубника начинает активно плодоносить, обязательно начинаются летние дожди. И это приводит к тому, что большое количество урожая клубники, ну, просто пропадает из-за этой самой серой гнили. Солома, горячая мульча, трава, сено, они, к сожалению, являются очень хорошим местом, где очень любят селиться и размножаться серая гниль. И даже при том, что вы будете, ну, вносить там триходерму, как антагониста этой серой гнили, какие-то препараты, если это будет дождь, и это будет прохладная погода во время плодоношения, все равно сдержать в полной мере эту болезнь будет достаточно сложно, даже с помощью сенной палочки. Поэтому лучше всего замульчировать, конечно же, опилками. Опилки являются не самым благоприятным субстратом для развития фузариоза, серой гнили и других болезней земляники. Чего не скажешь о скошенной траве и даже соломе. Для земляники, которая посажена весной, нужно проделать еще одно важное мероприятие. Оно такое, ну, я о нем говорю с сожалением, потому что, конечно, уже посадив землянику в этом году, весной хочется попробовать ягоды, хочется попробовать урожай. Однако же, вот у меня, видите, даже здесь уже цветущая такая рассада, я без сожаления, ну, с сожалением, я слукавлюсь и скажу без сожаления, но я вынужден, обязан это сделать. Я беру и этот цветонос просто удаляю и выламываю. Почему? Если вновь посаженная земляника, особенно если она где-то в тепле постояла и уже начала цвести, даст в этом году урожай, то к следующему году она не сформирует нормальное количество, такое богатое количество цветочных почек и не сможет в полной мере реализовать свой потенциал продуктивности. Поэтому, к сожалению, придется удалить здесь вот этот цветонос и расстаться, по крайней мере, у однократно плодоносящей земляники с урожаем текущего года. Ну, конечно, вы можете на отдельных растениях оставить по одному цветоносу с тем, чтобы попробовать сорта, проверить идентичность сортов тем, которые вами были приобретены, проверить, так сказать, добросовестность вашего поставщика, этого посадочного материала, продавца. Но в целом от урожая придется избавиться. Не расстраивайтесь. Вот этот год, когда земляника здесь будет расти, он не идет в зачет того срока эксплуатации посадок, о котором я сказал в начале этого выпуска. Для того, чтобы не пропала вот эта площадь зазря, необходимо ее уплотнить чем-то. Ни томаты, ни огурцы не являются ни хорошими соседями, ни хорошими предшественниками для земляники. Напротив, морковь, свекла, зеленые растения, такие как рукола, например, укроп, петрушка, являются очень хорошими соседями для земляники. Кроме того, вы при весенних посадках земляники вполне можете здесь сделать уплотнительные посадки яровым чесноком. И это будет очень хорошим способом занять эту площадь, но еще будет замечательным компаньоном для земляники, который в некоторой, ну, значительной степени будет защищать ее от различных заболеваний. Поэтому ассортимент растений, которые вы можете здесь высаживать, салаты, прочие зеленые растения, свекла, морковь, редис, чеснок, луки, пожалуйста, лук посадите, это будет все очень хорошо и не даст вам возможности потерять вот эту площадь и исключить ее из площади, на которой вы собираете урожай. Что ж, вот это основа, база для того, чтобы посадить, успешно посадить землянику в весенний период. Конечно, вы должны наблюдать за земляникой. Если вы видите какое-то угнетение, солнце яркое светит, она не адаптирована, прикройте ее спонбондом, сухо полейте. Плохо приживается, используйте препарат стимул для того, чтобы ее обработать, и чтобы она, корневая система развивалась как следует. Сделайте дождевание с помощью препарата стимул. Это будет очень и очень хорошим приемом для задела на будущий год и на все остальные года, для того, чтобы на протяжении следующих лет эта посадка вас радовала. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова